Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Всего лишь через три дня по завершении четвертого этапа Гранд Честура, там же, в американском Сент-Руисе, начался пятый этап. И этот пятый этап носит название Кубка Рекса Синкферда, главного спонсора американских шахмат. И именно благодаря ему Сент-Руис превратился в неформальную шахматную столицу Соединенных Штатов. Впрочем, эти два этапа, два турнира, четвертый и пятый, весьма существенно различаются между собой. Дело в том, что на четвертом этапе гроссмейстеры, а их было 10, соревновались между собой в ускоренные шахматы. Вначале в быстрые, их разновидность в рапид, а затем в бриц. Ну а что касается Кубка Синкферда, то в нем, как и в предыдущем аналогичном этапе, который проходил в хорватском Загребе, играют уже 12 шахматистов. И соревнуются они не в быстрые, а в медленные. Можно сказать, даже классические шахматы, хотя, конечно же, очень любопытный и, как мне кажется, удачный контроль времени, который в этом году впервые применяется, а именно 130 минут основного временного капитала, иными словами, 2 часа 10 минут, плюс по 30 секунд, которые добавляются после каждого сделанного хода, позволяют задуматься, вдуматься в позицию, решить ту или иную проблему. И в отличие, например, от относительно быстрого фидовского контроля, этот контроль времени все-таки позволяет удержать качество игры на весьма высоком уровне. Конечно, они обходятся и без ошибок, без грубых ошибок, без просчетов, но это уже такова специфика шахмат. Однако, если сравнивать с тем, что мы видели на турнирах по ускоренным шахматам, конечно же, качество игры неизмеримо возрастает. Впрочем, у подобного рода высокого качества игры есть и оборотная сторона, а именно, весьма повышается вероятность ничейных исходов, с чем мы, забегая вперед, скажу сразу, и столкнулись в первом туре Кубка Синкфилда. Ну, а что касается конкретных красмейстеров, тех шахматистов, которые сражаются между собой и к творчеству которых приковано всеобщее внимание, то, конечно же, в первую очередь, я думаю, большинство любителей шахмат интересовало то, как после неудачного выступления, можно сказать, даже для него это провал, чемпиона мира Магнуса Карсена на четвертом этапе выступит он спустя всего лишь несколько дней на этапе пятом. В быстрые, не в быстрые, а наоборот, в классические, в медленные шахматы. Ну, и для того, чтобы все-таки не уходить слишком далеко от чисто спортивной интриги, напомню, какова была ситуация перед началом пятого этапа в общем зачете Кубка. Впереди шел Магнус Карсен, он сыграл в трех турнирах, два из них выиграл, ну и в одном, на одном, в последнем, можно сказать, проводился. Тем не менее, 38 очков в общем зачете и лидирующее положение, это очень много. На втором месте хотя бы формально шел, ну и можно сказать, идет Максим Вашьелограф, который выиграл парижский этап, поделил второе, четвертое место на недавнем четвертом этапе в Сент-Луисе и у него 33,3 очка. Но если Магнус сыграл, в трех турнирах, то Максим Вашьелограф уже в четырех, и вот сейчас он начал соревноваться в пятом. Иными словами, резерва турниров у него не очень-то много, должен как следует выступить сейчас вот на Кубке Синфилда, чтобы, ну, если не гарантировать, то получить большие шансы на попадание в заветную четверку. Дело в том, что на третьем и четвертых местах идут шахматисты, а именно Ливона Ронян, у него 24 балла, и Весли Соу, американец, у него 22 балла, которые сыграли всего лишь по два турнира, иными словами, у них на две попытки больше, чем у Вашьелографа для того, чтобы набрать дополнительные очки. С другой стороны, очки эти так легко не даются, и рассчитывать вот так вот по заказу, занять высокое место, например, попасть в тройку не так уж легко, поэтому 33,3 пункта, которые имеет Максим Вашьелограф, это достаточно много, и с таким очковым капиталом он вправе рассчитывать на попадание в финальную четверку, поскольку снизу, в общем-то, ну, есть какие-то шансы у Дина или Женя, у Фабиана Куруаны, у Яна Непомнящего, но все они отстают довольно заметно и сыграли уже по три турнира, ну, а что касается, например, Виши Ананда и Ани Шигири, которые сыграли по два турнира, то просто их очковый баланс заметно ниже, поэтому все-таки главными фаворитами, конечно, и главными претендентами на попадание в заветную четверку являются чемпион Мира Вагнус Карсон, Максим Вашьелограф, Левун Родян и Весли Соу, хотя очень многое будет зависеть, конечно, как раз от исхода Кунка Синфилда. Дело в том, что на пятом медленном этапе за победу дается не 13 очков, как на этапах быстрых, а целых 20. И это, в общем-то, повышает статус этих самых двух медленных классических или полклассических турниров, один из которых прошел в Загребе, ну и второй сейчас начался в Сент-Уисе. Ну, вернемся, впрочем, к Магнусу Карсону, и давайте посмотрим, как он играл свою первую партию, а в этой первой партии он встречался с Анишем Гири. Что касается Аниши Гири, то он не очень удачно действовал на предыдущих этапах, таких этапов было немного, как мы знаем, но тем не менее, тем не менее, ну, можно сказать, даже провально завершились для него эти турниры, и Аниш Гири вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное. Тем не менее, каждому шкоматисту, а Кубок Синфилда это самое достаточное соревнование, соревнование классическое, так вот, каждому шкоматисту хочется все-таки не ударить в грязь в лицо, и показать максимально высокий результат. И вот, имевший белые фигуры Магнус Карсон сделал ход С4, на что Аниш Гири ответил КНФ6, и затем на КНЦ3, Е5. Что было дальше? КНФ3, КНЦ6 и Е2, Е4. Так играть, конечно же, можно. То есть, таким образом исключается возможность хода Д7, Д5, но когда-то считалось, что, если скоро белые страшно ослабили поле Д4, то почти обязательным для черных и выгодным для черных является выпад или развитие слона на поле С5. Тем более, что сейчас белым нужно играть аккуратно. Например, ход Д2, Д3 невозможен из-за конь Г4 и с пешкой Ф2 начнутся проблемы. Поэтому нужно, наверное, играть или Х3, или слон Е2. Скорее всего, слон Е2. Хотя некоторые вообще даже ставили слона на Д3. Но это уже, так сказать, называется на любителя. Тем не менее, ход слон С5 сделан не был. На ход слон С5 можно белым, кстати, попробовать и взять на Е5. Это отдельная тема для разговора. А был сделан ход слон Б4. И Д2, Д3 вот так вот просто защищая пешку Е4. И вот эта система, которая когда-то в мои, в наши с Мариной школьные годы получила такое жаргонное название «рюмочка» по конфигурации пешечной, в которой пешки стоят на полях С4, Д3 и Е4. И вот уже ныне, увы, ах, покойным Валентину Арбакову, который вообще шахматист очень яркого, такого динамического стиля, с богатой очень фантазией динамической, когда он проиграл две партии на старте, однажды выступая за команду, ему посоветовали вот избирать такую схему тренеры, уже, так сказать, тоже тренеры совсем не молодые, которых среди нас тоже нет. Посоветовали играть эту самую «рюмочку», хотя вот так играть ему как раз Валентину Арбакову было не нужно, потому что он шахматист динамичный, ему нужно вскрывать игру и так далее. Но это, так сказать, просто к вопросу о том, откуда такое название. Итак, в этом поражении черные сыграли просто Д7-Д6, слон Е2, слон Ж4. На что рассчитывают белые? На то, чтобы, закончив развитие, добиться хотя бы минимального преимущества. Ход А3 провоцирует соперника на взятие на С3, но это, конечно, неудачное было бы взятие, неудачный размен. Белые ударили бы пешкой к центру, взяли бы контроль подио Д4, и за счет такой вот структуры получили бы определенные надежды на наступление на королевском фланге и определенное преимущество. А после слон С5, отступление на исконно-посконную для слона оппозицию, ничего такого не происходит, хотя белые выигрывают темп за счет кода Б4, так как теперь слон Д4 нехорошо, и за конь бьет Д4, и подвесит слон на Ж4 у черного. Черный потеряет как минимум пешку в итоге. Ну а после слона Б6, белые играют слон Е3, предлагая размен слонов, и снова меняться на Е3 не хочется, все-таки у белых будет получше за счет того, что все центральные поля их пешками будут контролироваться, и откроется линия для наступления белых фигур. Отметим, что ход конь Д4, который не был сделан, который смотрится ужасно, на самом деле не так плохо кажется на первый взгляд, потому что если взять этого коня конем, то после взятия на Е4 нельзя брать на Д4, из-за слона Б4 висит конь, а если взять на Ж4, то после взятия на Е3 у черных лучше, так как придется взять на Е3, черный слон возьмет на Е3, и белый король будет чувствовать себя не очень-то уютно, а поле Д4 попадет во власть черных фигур. Так вот, поэтому если бы был сделан ход конь Д4, белым пришлось бы взять слоном, и после взятия на Е4 ответить конь Д5, получая несколько лучшую игру за счет не очень удачного расположения слона на Б6, который забит своей пешкой на Д4, и по сути выключен из игры, которая может начаться на королевском фланге. Так вот, слон бьет Ф3 поэтому сделал такой внешне странноватый ход Аниш-Гири, но ход логичный, таким образом уничтожается конь, и лишаются белые возможности предпринять какие-то активные операции в центре, конь Д4 сразу нельзя, а теперь можно, после того, как был осуществлен размен на Ф3. И после коня А4 с идеей разменять слона на Б6, не допускает это Аниш-Гири, меняется вначале на Ф3, затем бьет на Е3, ферзь бьет на Е3, и рокировка. Ну, некоторые территориальные преимущества на стороне белых, преимущества в пространстве. И в принципе, конечно, подобного рода преимуществом, в своих, так сказать, лучших творческих достижениях, Магнус Карсон пользовался блестяще, выжимал воду из камня, перепиливал тупой пилой, об этом уже неоднократно говорили. Но вот в последнее время, точнее сказать, вот на предыдущем этапе Гранд Честура, и, ну, на некоторых других соревнованиях, давайте не будем ни забегать вперед, ни вспоминать слишком уж далекие события, чуток перестало у него получаться, все-таки соперники перестали так сильно вестись на вот эту безупречную техническую манеру чемпиона мира. Ну и вот здесь, после рокировки, черный играет в ладья Е8. Может быть, все-таки белым стоило связать свои надежды, свою игру с идеей продвижения Ф4. Это выглядело как-то так поэнергичнее. Хотя, с другой стороны, сыграв Ф4, белые берут на себя определенные обязательства. Правда, брать, наверное, невыгодно на Ф4. Не из-за ладья бьет Ф4, тогда очень сильно Д5, и нельзя взять на Д5 из-за такой вот вилки. Пешка Е связана, и белые теряют качество. Если не бить на Д5, то у черных так же все в порядке, хотя, конечно, белые ничего не проигрывают. Ну, а если сыграть здесь ферзь бьет Ф4, не ладьей взять и ферзем, все-таки у белых получше. Давление С по линии Ф. Конь постепенно перейдет через С3. Может быть, на Д5, если его туда пустят, не пустят. Ладно, белый уйдет королем в угол на Н1. Давление есть. Чуточку лучше у белых. Во всяком случае, идти на это не хочется. И, наверное, Аниш Гири сыграл в С7-С6. Мое подозрение такое. А дальше что? Дальше Д4 провести белые не могут. А связывать игру и делать ставку исключительно на Ф4 и Ф5, потом на движение пешки Ж. Но это ответственная штука, потому что мат может не получиться. А контригра в центре и на ферзьем фланге у черных может оказаться весьма неприятной для соперника. То есть, решил не идти сюда Магнус Карсен. И вот, вопреки, скажем так, желанию человеческому проводить активные планы, он избрал более сдержанную стратегию. В начале К3 и в ответ на А7-5, решительно завязывая напряжение на фланге, Б5. Черные играют С6. Здесь Ф4 тоже было возможно, и как-то вот не очень хотелось и вот этот ход делать. Ну, конкретная причина, которая может смутить белых, состоит в том, что у черных есть выпад конь Ж4, а затем при желании шах с Б6. Но тогда белые отступят, и дальнейшее вторжение, например, на поле Е3, ничего черным не обещают. Поэтому, может быть, такая вот стратегия за черных не слишком хороша, а нужно как-то более сдержанно, более умеренно действовать. Но не стал играть Ф4 и Магнус Карсен, он решил спокойненько, солидно поставить ладью на открытую линию, создать идею, может быть, где-то взять на С6 и вторжение. Во всяком случае, ладья прикрывает белых, если они решатся с играть Ф4, где-то и от шаха на С6 ферзем черным. Но Д5. Пользуясь вот такой возможностью, они же гири прорываются, следует конь А4, отнимается теперь поле Б6, и вообще конь идет на ферзевый фланг, и белые дают понять сопернику, что вся игра основная будет на ферзевом фланге, и если черные ничего не предпримут сразу, то у белых будет все-таки получше. Может быть, не очень сильно получше, но получше. Ферзь Е7. Естественный логичный ход, атакующий пешку А3, и ставящий ферзя на удачную позицию. Что тут говорить? Взятие на С6, взятие на С6, и Магнус Карсон начинает вот такую конкретную операцию. Конь Б6, ладья АД8 в центр, и ладья Б5, атакуя пешку Д5 с одной стороны, и с другой стороны, атакуя пешку, расположенную на поле А5. Но у черных появляется возможность дохода ферзь бьет А3, и чтобы не потерять эту пешку, не остаться без материала, белые должны ответить встречным взятием, взятием в центре. Теперь черные могли сыграть ферзь А2, и начать какую-то такую неопределенную суету, примерно равная, наверное, позиция была бы, более сложная, то есть больше возможностей для обострения какого-то, осложнений борьбы как со стороны черных, так и со стороны белых, но решил самым кладнокровным, простым способом здесь отреагировать Аниш Гири. Он сыграл Е4, вскрывается линия третий ряд, меняются ферзи, правда, белые по дороге могут выиграть пешку. Они берут на А5, если мы посмотрим, сколько осталось материала, то у белых 4 пешки, у черных 3, кажется, что действительно лишняя пешка. На самом деле это не совсем так, то есть пешка-то есть, но она слабенькая и легко отыгрывается в большинстве вариантов. Ладья Б4, оказывается, что конь стоит на Б6 не очень удачно. Скажу сразу, что сыграл ладья А8, фактически предлагая ничью Магнус Карсон, а мог ответить конь А4, вцепиться в пешку, и не так все просто черным. Потому что если взять ладью на Д5, то получится мат после ладья А8, шаха по 8-ому ряду и мат. Если сыграть конь бьет на Д5, то конь пойдет под страшную связку после ладья Д1, и черным также нехорошо. Правда, сразу удар на Д5 может и не грозить, если черные сделают какую-нибудь форточку, а ладья бьет на Д5, последующим ладья А8 угрожало. После форточки этого уже нет, подвесен белый конь на А4. Ну вот, например, после конь на С3, конь страшно связан, надо брать на С3, взятие на Д8 шахом у белых лишних качеств и все шансы одержать победу. Но, вот в этот момент, вместо такого грубого, непродуманного, неосторожного отыгрыша пешки, можно сыграть А7-А6. И теперь же ладья бьет на Д5 конкретная угроза. И как с ней бороться, как сохранять пешку? Только с помощью хода конь на С3. Тогда ладья С8. Ладья уходит с поля Д8 и такой конь на С3. И что делать белым? То есть, как вы видите, по салатовому цвету черных полей, этот вариант не встретился в партии. Но оказывается, что с конем у белых проблемы. Например, сыграть конь Е2, то можно сыграть ладья Е4, атакуя пешку Е3. Пешка Д, конечно, проходная, но она всякие центральная, проходная, и легко поэтому может быть остановлена черным конем и другими фигурами. Если отдать пешку Е3, у белых поэтому никакого преимущества не будет. А если сыграть ладья Ф3, то ладья Е8. Что делать дальше? Если ладья А3, то теряется пешка на Д5. А если сыграть король Ф2, то конь Ж4. Иными словами, черные легко в этих вариантах отыгрывают пешку после конь Е2. Ну и после хода ладья А3 проблем у черных нет, потому что ладья С4, атакуя коня. Если конь Б5, нельзя брать на Д5. Ну, не очень хочется во всем случае. Сразу черные не проигрывают, но не очень хочется по причине конь Д6. Это вилка, но от нее можно избавиться. Во всем случае, черные не проигрывают так вот сразу, если сыграют аккуратно, осторожно. Ладья С3. Ну, тогда после ладья БЦ3, взятия на С3 и Е4, все-таки кое-чего белые могут рассчитывать выиграть. Например, в таком варианте взять на Ф7. И там если ладья С7, тогда Е6. И сразу пешка не отыгрывается, и можно еще поиграть на выигрышную позицию белыми. Хотя я не скучаю того, что здесь ничья у черных есть. А может, черные по дороге наиграли. Но сюда на такие варианты идти не хочется. Это рискованно. Пешка теряется. Отдается. А вот правильное решение, если не конь бьет Д5, что мы только рассмотрели бегло. А ход ладья С5, атакующий коня. Если конь Д6, тогда ладья Б4. И оказывается, что пешка Д5 теряется. А вот любые попытки белых, не беспочвенные, не безосновательные, выиграть таки пешку, остаться лишней пешкой, забрав на Ф7, ничего им не дают с точки зрения борьбы за победу. Потому что вот в таком варианте ладья бьет Д5, конь на Ф7 стоит не очень удачно. А пешка Е3 слабая, у черных возможности активизировать свои силы и атаковать, например, пешку Ж2. То есть здесь вот, несмотря на временное отсутствие пешки, ничью делают черные без особых хлопут. Если сыграть здесь Е4, тогда конь бьет Е4. И хотя в таком варианте можно подкрепить пешку с тыла. Но у черных два пути к ничьей. Ладья Е2 с идеей контратаки. И самое простое, на мой взгляд, просто ладья Е7, стать ладьей на Д7. И при четырех ладьях, по вере равноматериале, ничья мертвая. Короче говоря, это вот то, что могло встретиться в партии, но и встретилось, потому что Магнус Карсон пошел иным путем. Он сделал ход ладья А8. Комментировать все это достаточно трудно, потому что, ну что, сказать, что Магнус Карсон уклонился этим от борьбы, все равно была бы ничья, а тут он ставит одну ловушку подряд. То есть взятие на А8, взятие на А8. И теперь что? Теперь после конь бьет Д5 кажется, что ход ладья Д1 ставит черное безвыходное положение, конь связан. Если сыграть конь бьет Е3, то будет дан мат. Ну а если вот здесь вот, давайте я все-таки вместо хода конь бьет Е3 сделаю еще один заманчивый, но слабый ход ладья Б5, тогда было бы сыграно конь С7, вот такая вот своеобразная вилка. Ничего не дает ни конь бьет Е3, ни конь С3 за ладья Д8 шаг. Ну а в случае взятия на С7 тот же самый шаг с матом на следующем ходу. Но вот в этот трудный вроде бы для них момент черных выручают прекрасный защитительный ресурс. Ладья Б8, черная ладья атакует белого коня, восьмой ряд прикрывается. Ну коню просто с А8 некуда отступать, поэтому ладья Б5, взятие на А8. Ну и соперники начали повторять позиции вот таким вот образом. Сколько говорить не о чем, 3 на 3, ладья Нешпель, абсолютная ничья, мертвая ничья. И в общем-то Магнус Карсон, снова я думаю хотя бы отчасти, разочаровал своих болельщиков, когда ему не удалось поставить никаких серьезных проблем перед Ани Шемгири. И эта партия закончилась, мне кажется, то ли первой, то ли одной из первых. Кстати, после довольно упорной и в основном безошибочной борьбы, завершились ничью и почти все остальные партии. Вообще мне казалось, что тур этот окажется рыбным, так сказать, как говорится, рыбный день. Такой был жаргонный термин. Рыба это, как вы понимаете, слово позаимствованное из известного фильма Операция И, когда Юрий Никулин дает сеанс одновременной игры на рынке. Он там играет и в шахматы, и кажется даже в дурака, и в домино. Так вот, в домино он смотрит так, он остановит позицию, ставит костяшку и говорит рыба. Ну и, в общем, идет дальше. То есть рыба, такое жаргонное обозначение ничьей для тех, кто почему-то не знаком с этим хорошо распространенным термином. Ну а самые драматические и, наверное, самые любопытные все-таки события происходили в партии между Яном Непомничьим и Виши Анандом. У Яна Непомничьего не очень много шансов включиться в борьбу за попадание в четверку. У Виши Ананды в чуточку больше, потому что он сыграл только два турнира и неплохо выступил, например, на парижском этапе, а в Синкфельде, не в Синкфельде, извиняюсь, а в Сент-Луисе он не играл на четвертом этапе, а на третьем этапе, который проходил в Париже, он занял чистое второе место. То есть очки у него определенные есть. Но это так слово. А Ян Непомничьего, в общем-то, надо пытаться выигрывать. Хотя я не думаю, что вот каждый из шахматистов для себя так твердо решил, что вот я буду рисковать, я буду во что бы то ни стало, поскольку мне надо ставить игру на Папа и обязательно стремиться к победе, рискуя проиграть. Все-таки это очень сильный турнир, супер турнир кубик Синкфельда, и поэтому просто надо играть в шахматы. И вот Ян Непомничий, выйдя белыми против Виши Ананды на партию, сделал ход С4, то же самое, что и Магнус Харсон, Е5. Поначалу что-то похожее, но Виши Ананд делает ход салон Б4. И вот любопытно, что происходило в ближайшее время дальше. Конь Д5, слон Е7. Вообще некоторые играют слон С5, тогда можно сыграть Е3, потом Д4. А слон Е7 вроде бы, ну слон атаковал коня, а потом отступил тоже под удар. Но самое интересное, что было дальше. Конь Ф3, Д6, Д4, и вот здесь вот Виши Ананд не уступает центр, что было бы неприятно для черных, все-таки это уступка, хуже они стояли бы. А играет конь Ф6, жертвуя пешку на Е5. Но, как ни странно, Ян Непомнящий эту пешку не забирает. Хотя, чего не забрать-то ее? Давайте посмотрим. Попытаемся разобраться, чего можно опасаться в случае вот такого естественного взятия. Черные просто, скорее всего, сделали бы рокировку. И не только сделали бы рокировку, но и сделали бы ставку на активизацию своих сил. Конечно, слон на Е7 под ударом, но белый подослабились немножко кодом С24. И вот иногда, в последнее время, вдруг вот и Каруана играл с Карсоном белыми, предложил ему на четвертом этапе жертву пешки позиционную. И понятно было, что все там очень здорово проанализировано и подготовлено. Фабиано Каруаной, наверное, еще при подготовке к матчу на первенстве мира против Магнуса Карсона. И вообще, иногда вот предлагаются какие-то жертвы пешек со стороны того или иного гроссмейстера, а соперник их или ее жертву пешки не принимает. Ну вот здесь, если, например, взять на Е7, то ферзь бьет Е7, конь под ударом. У белых два слона и лишняя пешка, но оказывается, например, на конь Д3. Это все-таки логичное поле, здесь конь прикрывает ферзя, но не контролирует центральные поля. Можно сыграть тогда конь С6, например, Ж3, чтобы наиболее гармонично развиться. С лона Ф5, просто я показываю, какая мощная инициатива в этом случае у черных, затем можно сыграть конь Д4, и другая идея, конь Б4, связывая коня. То есть понятно, что имея вот такие активные фигуры, черные легко пешку отыграют, а может быть и чего-то большего, чего-то большего добьются. То есть сюда идти не хочется, бить на Е7 просто так не хочется, и, например, компьютер рекомендует ход Ж2, Ж3. Тогда, наверное, конь бьет Д5. Если ферзь бьет Д5, тогда шах. Ну, вроде бы слон Д2 играть надо, если король уйдет, то черные не будут менять ферзей и начнут атаку по линии Д, ферзь Е7, потом ладья Д8 и так далее. Поэтому вроде бы слон Д2. И теперь лучшее решение это не ферзь Е7, не ферзь бьет Д5. Ферзь бьет Д5 все-таки может вроде бы привести к отыгрышу пешки, но белые страшно активизируются, например, вот в таком вот варианте. Затем подсвяжут пешку Д, и понятно, видно невооруженным глазом, что с берут преимущество. Сюда черные идти не должны. Так вот, а надо взять просто на Д2, ферзь бьет Д2, опять же, не король бьет Д2 и за ферзь Е7, и при белом короле, который задержался в центре, у черных прекрасная игра. Здесь же после ферза Д2 и ферзь Е7 все далеко не так ясно. Если отступить на Д3, например, тогда ферзь Е4, правда? Атакована ладья, и сразу же отыгрывается пешка на С4, после чего у черных нет проблем, на ладья С1 можно взять пешку А2, не опасаясь потери пешки С7. Это уже не потери пешки, а просто обмен. Но если здесь сыграть конь Ф3, что посильнее, например, ладья Д8 тогда, ферзь С3, конь С6. Вот мы делаем естественные ходы. И оказывается, что, например, в случае 0-0, черные играют ферзь бьет Е2, отыгрывают пешку, и все у них нормально при материальном равенстве, потому что ферзь не ловится, он может на ладья Е1, на стопите на С2 и на Д3. А если здесь сыграть Е3, вроде бы все крепко, у белых пешка есть. Идеи, связанные с ходом слона Д3, возможно, я не знаю, но как-то длинную рокировку, например, допускают тогда черные. Не очень хочется играть слон Д3. Но можно сыграть ладья Д3, оттеснить ферзя на поле С1, затем слон Е4. И вот, как мне кажется, здесь у черных как минимум не хуже. Наверное, и не лучше, но довольно липотный вариант, например, после кони Е1 возникают, могут возникнуть. Тогда ладья Д2, ферзь С3, пытаясь как-то активизироваться, размен на Е4 лишь привлечет черного ферзя на то поле, куда он и сам хотел бы прыгнуть. И здесь вот взятие. Если конь Е2, тогда ладья Д3 и на ферзь С1 конь Е5, решительно активизируя свои силы. И, например, на конь Е4 возможен вот такой тактический вариант. Это ничья, как ни странно, форсированная во всех вариантах при аккуратной защите белых. Не знаю, есть ли возможность у черных играть на победу, я не знаю. Но вот, например, если ферзь С2, конь Е1, тогда Ф3. Правда, я смотрю, а почему конь Е1 не сыграть? Потому что если какие-то затеи затевал, можно, конечно, конь Е1 сыграть. Вот просто так. Без всяких хитростей. Шах на Ф3. Просто забрать на С2. И затем отобрать. Здесь у черных лучше просто, конечно. Взятие на А1 и взятие на Е3. Может быть, даже не торопитесь с этим ходом сыграть король Ф8, чтобы не было вторжения белой ладьи по линии Д. То есть, просто так можно. Можно сыграть Ж6. Вот я посмотрел здесь. И отдать материал. И красиво все это завершается вот такими ничейными вариантами. Угрожает мат на H2. Если Ф4, то не нужно брать этого Ферзя. Тогда у белых будет преимущество в Ншпиде 2 ладьи и пешка против Ферзя. Ну, а после король Ж8 ничего лучшего, чем дать вот такой вот вечный шаг или вечное повторение. Нет у белых. А если сыграть Ф4 в той или иной редакции, тогда черные как минимум могут иметь возможность дать вечный шаг. Могут сыграть на победу, но не знаю, правильно ли это. А вечный шаг у черных точно есть. Но, наконец, в случае хода король БЖ2, Ферзь Е4, король Ж1, конь Е5 тоже очень сильное давление у черных и проблем нет. Но это так все к слову. То есть, здесь можно вместо Ферзь БД5 сыграть СД. Тогда ладья Е8. А3 примерный вариант. Ну и оказывается, что снова у черных мощная инициатива, потому что компенсация за пешку очень хорошая. Или в случае, например, слон Ж2, взятие, взятие, взятие и Ферзь Е7 снова подвисает пешка на Е2. Если слон Е3, то конь С6. И на аркировку следует слон Е6 и на Ферзь Д3 ладья Д8. То есть, вот можно играть вот так. Вот конь Д4 заставить белых отдать двух слонов. То есть, не двух слонов отдать, а преимущество двух слонов уступить. И оказывается, что, например, в случае кона конь А5 можно сыграть ладья Ц8, загнать белого Ферзя куда-то назад. Ладья Д2 и инициатива черных мощнейшая. Сюда идти белым не хочется. Пешки сейчас нет, но какой-то обмен произойдет. А у черных великолепные фигуры. Короче говоря, наверное, что-то такое. Все или не все, но много чего. Знал здесь не только Виши Анант, который этот вариант предложил сопернику, но и Ян Непомнящий, который отверг идею Де, сыграл конь Ц3. И игра упростилась. И дальше началась чистотехническая работа за оба цвета. Причем белые все-таки это белые. Белые стремятся к чему-то такому, связанному с борьбой за преимущество. Конь Ф3, тонкий ход. Идея состоит в том, чтобы побудить черных взять на С4. Сейчас стакованная пешка Д5. И отступив конем на Ф3, белые создали угрозу взятия. Но если взять на С4, то вот эта позиция у белых, конечно, лучше. У них прекрасные фигуры. И размен на Д1 привел бы к активизации еще и ладьи, которая встала бы куда надо. Но совсем пешка у черных подвисает. Короче говоря, здесь черным предстояла бы тяжелая борьба за ничью и брать не хочется. Поэтому Ц6 играет Виши Анант. Следует удар. И снова очень правильное решение. Не пешкой берет, как чемпион мира, а конем. И после взятия на Д5 задумался Виши. Взял Ферзем. И такой вот размен. Надо сказать, что и дебют партии, и Миттешпиль быстрее играл Ян Непомнящий. Иными словами, времени оставалось больше. И он показывал всем этим и сопернику, и нам, зрителям, болельщикам, что он лучше готов. То есть, во всяком случае, он увереннее чувствует себя. Лучше знаком с позициями, с вариантами и так далее. Но, тем не менее, ничего белые не извлекли. Хотя кажется, что в Эншпиле, в окончании, наличие изолированной пешки в центре должно сделать позицию черных худшей, а белых лучшей. Но, все фигуры черных расположены, оказывается, очень удачной. И смотрите, длинная ракировка, но ход амбициозный. Но, с другой стороны, ну, с лот Б4 была идея. Не хотелось как-то допускать этот шаг, конечно. Я, но не помню, чего у А3 ход, это потеря темпа. А3-0, вроде все хорошо. Но белый король может попасть под атаку даже в окончании. В таком, когда черные выставят коня, потом ладью на С8 и так далее. И вот конь С6 играет Вишианант, не защищает пешку. И брать эту пешку невыгодно белым по причине простой слон Е6. Ладья должна отступить. Просто ладья С8 вряд ли. А слон бьет А2, затем ладья С8. Начнется атака на белого короля. Во всяком случае, чувствуя себя, этот король будет неуютно. И ученый получше. Просто получше. Поэтому слон Ж5 играет. Довольно тонкий такой ход. Делает Ян непомнящий. Предлагает размен слонов. Если слоны разменяются, то уже у белых будет преимущество слона белопольного своего над белопольным слоном черных. Поскольку у черных пешка на Д5 не только слабость потенциальная, но и пешка расположенная на белом поле. То есть на поле тех слонов, цвета тех слонов, которые останутся на доске в случае размены чернопольных слонов. Но не идет на этот размен Вишианант. Играет Ф6. И затем слон Е6. Вот компьютеры нам рекомендуют рассмотреть ход слона Ф5. Может быть они и правы, кстати. Поскольку снова ладья БД5 не очень убедительна по причине ладья Ц8. И что делать? Если отступить королем куда-то, а куда-то это значит не так уж много возможностей у короля, то просто слон Е6 и взятие на А2. Но если здесь неосмотрительно в этот момент на ладья Ц8 взять на Ф5, то конь Д4 шах ладьей. Ну и что? Король Б1, конь бед Ф5, лишнее качество у черта. Можно и слон Е6 сразу на ладья БД5 сыграть и отобрать пешку А2. А если сыграть слон Д3, ну тогда слон Е4, черный слон переходит на активную позицию. Не будем осуждать Виши Ананта за ход слон Е6. Ход очень логичный. И более того, та расстановка, которая прибегает далее, она оправдывает словно бы то, что он сделал ход Ф7 Ф6, который как будто бы по всем внешним таким параметрам ослабляет позицию черных. Но поле Ф7 черного короля появляется, он выйдет вот-вот к центру, и все фигуры будут расположены отлично. Смотрите, король Б1, теперь ладья Ц8 все равно, А3, чтобы на Б4 конь не прыгал, ладья Д8, слон Д3, теперь слон С5, ладья Е1, король Ф7, ну даже Е4 белым трудно провести, потому что на Ф2 пешка подвесить. Слон Ж3 играет в этом положении Ян Непомничий, и черный слон вступает на поле Б6. Если мы сейчас взглядимся в позицию, то неожиданно обнаружим, что вообще-то говоря, черные фигуры активны и более гармонично расположены. А то обстоятельство, что пешка черных стоит на Д5, не так уж для них страшно, поскольку это сейчас не слабость. Видно, что ее атаковать нереально при вот таком большом числе фигур, тогда как поле Д4 контролируется и слоновых конем черных, слон расположен на Е6 неплохо, и непонятно, как белым перегруппироваться, где усиливать позицию, что атаковать. Плана у белых нет, а у черных с планом попроще, потому что они могут постепенно начать движение пешек к Радьевскому флангу. А взятие на H7 явно и не то, потому что слон там может потеряться после кода G7-G6. Так вот, было сыграно слон С2, то есть естественный перевод на Б3, такого первое впечатление осуществляет Ян Непомничий. С другой стороны, ну перейдет слон на Б3, и что там, конь А5, конь С4, например, появится план. H7-H5, это ход Вишананда. Позиция, кстати, это оценивается компьютерами уже с небольшим преимуществом черных, нерешающим, прямо скажем, но получше у черных, а не похуже. И идея G5 уже, так сказать, где-то мелькает, мельдешит. H2-H3, профилактика вот такая. То есть Ян Непомничий этим кодом слон заманивает соперника на код G5, но не торопится Вишананда, играет конь Е7, позволяет белым занять поле Д4, но зато обеспечивает себе поле Ф5. Слон Б3, то есть проводит свой план Ян Непомничий. Я думаю, что все-таки он исходил из того, что у соперника изолятор, поэтому он стоит лучше, и времени у него, у Яна было больше. И, в общем-то, в этот момент он, наверное, все-таки подумывал о том, что не поиграть ли ему на выигрыш. Но G7-G5, создается идея H4, другая идея G4, но пока что поле Д4 в распоряжении белого коня, поэтому гнать коня особого смысла нет, а ход H4 вроде как более логичен. Но именно поэтому играет H4 Ян Непомничий, не допускает черную пешку на H4 и вынуждает продвижение G5-G4, на что следует конь Д4. Слон Б3-D4. Вот такое смелое решение. Без, так сказать, предрассудков. Ясно, что взятие пешкой здесь ничего белому как минимум не даст, поэтому взятие ладьей. Компьютер предлагает код коня F5, с тем, чтобы на отступление взять на G3 и перейти вот к такой структуре. Но поскольку ход слон F5, шаг здесь не годится и за Е4, пешка D5 связана, черным нужно потерять время на то, чтобы отвести короля. Но белые сыграют, скорее всего, ладья F1, не ладья F2. И, ну, хотя у белых слабо пешка на Е3, но черных слабостей поболее. Пешка на D5 становится уязвимой, и пешка на F6 при случае. То есть, скорее, у черных похуже, чем получше, хотя компьютеры придерживаются другого мнения. А ход конь C6 гораздо более человеческий, тот сделал Вишиананда. Атакована ладья, ладья идет на поле F4, активная жизненная позиция, и смелое достаточно решение Вишиананда, точно рассчитанное. Видим, все-таки на перехват, на борьбу за преимущество он не очень рассчитывал, и времени у него было меньше. Я уже в третий раз об этом говорю. Ну и все-таки, ну, смотрите, ну, вряд ли черные могут стоять лучше. D4. Вынуждается размен на E6, и белые забирают пешку. Здесь важно что? Что вот после естественного хода ладья D1, от которого отказался я на непомнящий, черные, наверное, без труда делали ничью следующим образом. Конь E7, прикрывая поле F5, отторжение ладьи, и занимая поле D5 своим конем. Ладья D3, например, конь D5, на F5 эти ладья невыгодные за король G6, и ладья там попадет в беду на D5, на F5, поэтому нужно играть ладья E4. Теперь размен, размен. И что здесь важно? Важно то, что если черные хотят ничью, то они могут просто вот таким образом разменяться. Это я с точки зрения того, что черные стоят не хуже, во всяком случае, вне опасности. И дальше смотрите. Играю B5, затем если на F3 меняюсь, без хода F3 все равно делаю ход F5, и все, вот это крепость. То есть, конь на D5 контролирует поля B4, F4, прорваться белые королев никуда не могут абсолютно, а черные просто делают ходы там король G6, король F7, или как-то еще. Можно сыграть A4, а что дальше? Взять D5, взять D5. Все равно белым негде прорваться. То есть, это крепость и мертвая ничья, и я не исключаю того, что если бы борьба продолжалась подобным образом, то эта ничья была бы зафиксирована очень быстро, и все бы партии Тура, забегаю сразу, скажу, закончились ничью. Но F2, F3. То есть, судя по всему, в этот момент все еще Ян Непомнящий надеялся поддержать напряжение в партии. Он бьет на F3, конь бьет на D4, но вот вопреки внешним каким-то вот таким критериям, стандартным достаточно. А именно, тому обстоятельству, что у белых слон, а у черных конь, игра идет на двух флангах, пешки черных раздрознены. Позиция у белых не лучше, а скорее похуже, так как все фигуры черных занимают активные позиции. И черные, сыграв F5 или без этого хода, всегда могут проконтролировать и воспрепятствовать переводам белых фигур и идее белых фигур забрать, например, пешку H5. Конь E6. Если ладья F5, то король G6, возможно. Здесь конь D4, ладья F4, конь B3. Вишанн сам уклоняется от размена, идет вперед конем, слон F2, белые пытаются активизировать слона, но ладья C4. Можно было и по-другому играть. В общем-то, любой ход черных давал, любой разумный ход черных, давал им хорошую игру, но вряд ли шансы на победу. Все-таки после хода ладья C4, ладья B4, конь D2 и конь B4, после этого размена уже никакие вторжения, координированные двумя ладьями со стороны белых, невозможны. Пешка G2 подотстала, если он станет на G3, то ослабим все поля на королевском фланге, а при положении пешки на G3, на G3, если черная белая пешка перед G2 на G3, у черного короля появится хорошая дорожка через G5, через G6, на F5 и на G4. С этим также нужно считаться. И поле E5 у черного коня, вот хороший опорный пункт. То есть белым нужно играть аккуратно, чтобы не столкнуться с трудностями, но даже вот после G3, я думаю, все-таки проблем реальных у белых быть не должно, если бы они сыграли ладья F5. Если король G4, то тогда ладья F4 и затем снова ладья F5. Но если здесь сыграть ладья C6, король B3, что рекомендует компьютер, то после слон C3 подвисает пешка на F6, а если взять на G3, то можно взять на H5, и это, конечно, мертвая ничья. Хотя, как мертвая ничья, все-таки после короля G4, наверное, у черных получше. Ну, ладья идет куда-то вниз, пешка H идет вперед, но все-таки ничья, но никуда не деться. Это гораздо лучше, это позиция черта, которую получил вскоре Ян Непомнящий. Он сыграл ладья F1, и вот здесь Вишанан начал плести такие кружева очень интересные. Конь G6, атакован белый слон, поэтому слон должен куда-то уйти, он уходит на F2, король G4, атакован на ладья и на F4 шаг дать она не может, и назад по линии F она отступить так же, не в состоянии, слон перегораживает дорогу, ладья D5, теперь конь E5, ладья отрезана а черный подумывает отражение короля на поле F3, теперь компьютер рекомендует вообще ход короля 2, говоря, что вот надо набраться хладнокровия, пойти вперед, не бояться короля F3, а король белых уйдет из потенциальных шагов, которые могут оказаться неприятными. Так вот, сыграл по-другому, ладья D4, ладья D4 сыграл Ян Непомнящий и увел свою ладью с пятого ряда, откуда или по которому она приковывала хотя бы отчасти черного короля к пешке H5. И вот после короля H3, не король F3, из-за ладья F4, на это рассчитывал Непомнящий, а вот именно так. И затем ладья F7, оказывается, что мало того, что черные играют на выигрыш, но их позиции просто объективно заметно лучше. Например, в случае хода ладья F5, защищая слона, произошел бы вот такой размен, и этот теншпиль уже с отдаленной проходной черных для белых просто опасен, и их недолго и проиграть. Сюда эти белые не должны, не могут. Слон D6 сыграл Ян Непомнящий, последовало ладья H7. Если конь Е5, то просто слон F2 и ничего нового по сравнению с тем, что мы видели, то есть хода конь G4 у черных нет. А после ладья H7 пешка защищена, пешка расположенная на поле H5, и черные готовы взять на G3, и как защищать эту пешку не совсем понятно. Ладья D3, тогда конь Е5, ладья B3, тогда ладья D7, белый король снова отрезан, черные перегруппировались, и белая ладья уже не может атаковать черные пешки, ни на F6, ни на H5, и слона D4 хода нет. Что же дальше? Слон Е3, но тогда конь F3, тонкий очень ход, что делать? Если слон F2, тогда король G2, на Е1 идти нельзя, и пешка G3 теряется. А если сыграть слон F4, тогда и вовсе взевается такая вот вилка, шах, и белые теряют качество, проигрывают. Ну поэтому слон B6, ладья B6, извиняюсь, сыграл здесь Ян Непомнящий, последовал король B3, ладья бьет F6, и конь бьет H4, лишняя пешка у черных. С другой стороны, понимаете, вот игра все-таки идет на двух флангах, и здесь уже какие-то недостатки из структуры белых не столь существенны, и можно в какой-то момент отдать слона за пешку H, и это скорее всего будет ничья, если белые успеют подменяться на фланге. Ладья идет на поле G3, атакован и пешка, атакован конь, конь D5, король G3, король H4, черные все-таки усиливают позицию. Здесь важно что отметить? Что ладья H8 не очень-то из-за хода ладья H7, и эту позицию, наверное, белые проигрывают, если меняют ладьи. Если меняют ладьи, тогда непонятно, зачем они дали шах. И поэтому ладья H6 сыграл Ян Непомнящий. Конь G4, ладья возвращается, теперь ладья H7, черные осуществили ту перегруппировку, о которой я говорил. Ну, компьютеры говорят, что стоило сыграть конь F6, то есть вот продолжить эту возню, отказываться от попытки выиграть слона за пешку H, и крутиться, 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 пешка H вроде дает какую-то оценку более высокую, но плана тогда нет. Непонятно, к чему черные стремятся. А ход H2 это конкретная все-таки возможность выиграть фигуру. И вот возникает такое положение, которое объективно ничейное. Хотя, конечно, фигура есть фигура. Атакованная пешка настоящая на поле B5, взятие, король B5, конь F6, A5, конь D5, и белые играют ладья A7, на что черные отвечают король G5. Теперь белые, конечно же, должны были сыграть король C5. Атакован конь. Если конь отступает, то можно пешку разменять с помощью A6. Если сыграть ладья D7, тогда ладья A8. Вот не A6, A6 было бы грубейшей ошибкой по причине, давайте все-таки сделаем этот ход, из-за B6 шах, и теряется ладья. Так вот, а ход ладья A8 с последующим ходом A6 приводит к легкой ничьей, то есть к позиции ладья и конь против ладьи. Если B6, тогда король C6, ну и здесь просто шах, и на выигрыш рассчитывать, мягко говоря, трудно черным после взятия потери пешки. Ну а в случае B6, ладья B6 также говорить не о чем, это мертвая ничья, это не ладья и слон, а ладья и конь. Ну вот Ян Непомнящий, видимо, очень сильно утомленный предыдущей борьбой, потерявший бдительность, в этой элементарной ячейной позиции, ничья, напомню, достигал с ходом король C5, сделал ход король C4. В принципе, такое может случиться с каждым. Ну вот, случилось в данном случае с Яном Непомнящим, и последовало B5, ход, оказавшийся в партии последним. B5, шах. Что здесь можно зевнуть вот так бегло? Ну, белые могут же взять на проходе. То есть, не брать на проходе, теряется ладья, понятно. Ладья защищена, но оказывается, что есть ход, конь бьет B6, шах белому королю, ну и на наступление эта ладья забирается. Вот так вот, драматически, трагически закончилась эта партия, в которой Ян Непомнящий вначале хотел, видимо, поставить какие-то проблемы перед соперником, потом долго мучился, защищая худшую позицию, наконец защитился, и уже в одном шаге, буквально в нескольких шагах от спасения, от ничей, зевнул. Зевнул несложный, элементарный тактический удар, и партия завершилась. Как закончились другие партии, я их не буду показывать. Там не очень много интересного, например, Максим Вашьелограф черными, получив лучшую позицию в партии с Ливоном Ироняном, решил не продолжать борьбу, а начал повторять ходы. Я думаю, что Ливон Иронян ему за это благодарен, хотя, конечно, до выигрыша там черным было очень далеко, но и Дин Лежень. Дин Лежень упустил довольно неплохие, по-видимому, шансы. Он встречался с Веслисоу. Было приличное давление такое на позицию соперника у Дина Леженья, но он сыграл не жестко, и получилась ничья. Ничью сыграли два американских красмейстера, Хикаро Накамура и Фабиано Круэно. Хикаро Накамура, имея белые фигуры, давил, поддавливал. Фабиано Круэно изобретательно защищался, получилась ничья. И Сергей Корякин. Эта партия закончилась первой. Ничья в партии Сергея Корякина, Шахриаром и Медяровым, там, пожалуй, меньше всего чего-либо драматического было. Такая чистая техничная ничья. И вот, если говорить об ошибках, ну, реальная такая грубая ошибка во всем этом первом туре была допущена всего лишь одна. Это вот тот зевок, который погубил Яна Непомнящего. Ну, и были определенные недочеты, то есть, как я уже говорил, выпустил преимущество. Некоторые, можно даже сказать, бесспорные, но нерешающие единолежень и отказался от борьбы за победу в лучшие все-таки для себя более приятные позиции черными ваш Янограф в партии с Ливоном Роняном. Таким образом, на турнире после первого тура определился лидер, им стал Виши Анант, который победил Яна Непомнящего. Остальные партии закончились в ничью. Ну, что ж, на этом наш сегодняшний выпуск, посвященный пятому этапу гранд-чест-тура, а более конкретно кубку Рекса Синфилда, который проходит в эти дни в Сент-Луисе завершен. Я, по традиции, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, тех, кто еще этого не сделал ранее, и обыгрывать своих соперников, когда вы играете с ними в шахматы. Пока. До свидания.